Благодарим Всевышнего Аллаха, что нас собрал в очередную пятницу лучших из дней, в самом наилучшем месте, в доме Всевышнего Аллаха, братьями, любящими друг друга ради Аллаха. Просим Всевышнего Аллаха, как нас собрал вместе в своем доме, чтобы также собрал нас с нашими родителями, детьми и близкими в своем раю. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы защитил нас от разных смут, чтобы защитил нас от наказания могильного и от наказания Ахира. Уважаемые братья, сегодняшняя такая у нас хотели бы чуть тему раскрыть, небольшую. Мы все говорим, мы мусульмане, и также называем себя . Что такое аль-джама'а? Что такое аль-джама'а? Понимание. Когда там переводим, говорим, аль-джама'а – это следователи сунны пророка Мухаммада, то есть те мусульмане, которые вместе держатся с джама'атом. И опять же сегодняшний аль-джума'а, салату аль-джума'а, хутбату аль-джума'а. Опять же указывает на слово джума'а, джама'а, где вместе собираются мусульмане. Салату аль-джама'а, намаз с джама'атом вместе. То есть везде Аллах обращается к нам, к верующим, ко всем обращается. Не дай ушаров, обращение, почетное обращение Всевышнего Аллаха к своим рабам. Делайте поясные поклоны вместе с теми, кто делает поясные поклоны. То есть когда мы собираемся на хадж, все мусульмане вместе собираются. На ифтар мы вместе собираемся, на таравих намаз вместе собираемся. То есть везде идет обращение как к джама'ату. Но у этого слова также есть обязательства от нас по отношению к этим словам, дабы называться из ахля сунна в аль-джама'а. Также есть права этого слова аль-джама'а. Что же такое джама'а? Во-первых, Аллах, потому что часто мы видим, когда бывают какие-то вопросы, разногласия среди братьев, они забывают, что такое ахля сунна в аль-джама'а. Забывают, к чему призывают эти слова. Не просто на словах, а на делах мы должны показывать эти, оживлять эти слова. Поэтому давайте сегодня задумаемся и посмотрим, что же такое ахля сунна в аль-джама'а. Во-первых, Аллах приказал нам держаться вместе. И запретил нам разделяться. Разделяться в религии, Аллах, субхану в аль-джама'а, харам запрещено. Всевышний Аллах, субхану в аль-джама'а, сказал, Програм. такое прекрасное обращение. Когда человек покинет эту жизнь, если он был из обитателя рая, дай Аллах, чтобы все эти лица, Аллах защитил от ада и вел в рай. Его будут на небесах ангелы обращаться с самыми прекрасными, любимыми для него именами, которые его звали в этой жизни. Я муумин, о верующий, я муслим. Здесь тоже обращение, почет от Господа миров. О верующие, обращение к нам с вами. Мы, как верующие, в свою очередь, что должны сделать? В сердце глубоко сказать. Мы перед тобой, Господь, что ты от нас хочешь, и все благо в твоих руках. И после этого идет обращение, после обращения идет повеление. Бойтесь Аллаха. Искренной богобоязненности. Искренне бойтесь Аллаха. И не вздумайте умирать, кроме как верующими мусульманами, кроме как покорными Всевышним Аллаху. Мы с вами знаем то, что не в наших руках прямой путь. Никто не страхован, на что вам покинет эту жизнь. Но, однако, чтобы идти по этому пути, чтобы конец был прекрасный, нужно всю жизнь придерживаться, на протяжении всей жизни придерживаться слова Аллаха и сунны пророка Мухаммада. И то, кто на чем жил, на этом и покидает эту жизнь. Здесь Аллах нам говорит, не вздумайте умирать, кроме как мусульманами, не вздумайте умирать, кроме как покорными Аллаху, единобожниками. То есть придерживайтесь религией на протяжении всей вашей жизни. После этого Всевышний Аллах говорит, «И придерживайтесь вместе». Все вместе придерживайтесь за ветвь Аллаха. «Крепкая ветвь Аллаха» – это слова Аллаха. Слова Аллаха. Сунна пророка Мухаммада. Вместе держитесь. Не поделитесь, а вместе. «И не разделяйтесь». Здесь приказ и здесь запрет. Приказ держаться вместе и запрет разделяться. Аллах также повелел верующим любить друг друга. Чтобы сердца, в первую очередь, как мы стоим в одном сафе вместе, перед этим наши сердца должны быть вместе. И запретил нам разделяться. Поистинное разделение – это, когда люди разделяются, это уничтожение. Сами же себя уничтожают. Однако «джама» вместе держаться – это спасение. Даже в Судный день брат будет искать своего брата. Тот человек, который зайдет в рай и не увидит своего брата, который вместе с ним жил, о нем будет спрашивать, а где мой брат, который был со мной, который со мной молился, который со мной постился, с которым мы вместе поминали Аллаха. Тогда Аллах позволит верующим выйти из рая и забрать своих братьев, которые наказываются в аду. Шафа'а. Мы вместе молились, брат, мы с ним вместе поселили. Я Аллах, в раю мое сердце неспокойно без моего брата. Тогда неверующие скажут. У нас нету заступников и у нас нету приближенных друзей, любимых друзей, которые бы также могли за нас заступиться. Поэтому «джама» – когда верующие вместе держат это спасение. «Ветвь Аллаха» – это подчинение Аллаху и «джама». «Искренность» – это ветвь Аллаха. Таухид – единобожие – это ветвь Аллаха. «Ислам» – это ветвь Аллаха. Как делают тавсиры этому аяту великие муфасиры. И в итоге это одна вещь. Называется крепкая ветвь Аллаха. Почему Аллах назвал Ислам, Таухид, религию нашу крепкой в ветве Аллаха? Потому что верующий, если будет держаться, спасется подобно тому, как тот, который провалился в колодец, зацепится за ветвь, он спасется, не утонет, сможет выйти оттуда, спастись. Так же и верующий спасется. Это именно так же является причиной, которая нас приведет с вами к Аллаху, к его удовольствию Аллаху и спасет от наказания ада. Аллах в этом же аяте запретил разделяться. То есть не будьте подобны тем, которые разделились. То есть подобно тому, как до нас. Ишара здесь указал, что случилось с теми, которые разделились, которые были до нас. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал, Ифтаракат иль-Яхуду ала вахд ва сабаина фирка, ва втаракат иль-Насара ала ва сентейна ва сабаина фирка, ва сатафтерик хазиил умма ала салата ва сабаина фирка, кулхум финнаор илла вахида, ва хиркату наджия. То есть иудеи разделились на 71 течение, христиане разделились на 72 течение. И моя умма, мусульмане, также разделятся на 73 течения. Все они будут в аду, кроме одна. И это те, кто спасутся. Тогда спросили пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям, кто же они? Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, сказал, Говорит, тот, кто мне подчинился, тот спасся. А тот, кто ослушался меня, тот сбился. Тот ослушался и сбился с прямого пути. Он не попадает под ту категорию, которая спасутся от наказания ада. Обязательно наша умма должна быть единой уммой. Аллах, субхану ва та'ля, в Коране так говорит. Поистине, эта община, ваша община, она одна община. То есть один путь. А я ваш Господь, также единый Аллах, субхану ва та'ля, и поклоняйтесь только мне, говорит. Для чего Аллах, субхану ва та'ля, послал пророков, посланников, чтобы собрать вместе джамаат людей и чтобы был один ряд, сав. Как сказал Всевышний Аллах, субхану ва та'ля, в Коране. Всевышний Аллах, субхану ва та'ля, сделал лава шариатом, приказал, повелел вам в вашей религии то, к чему призывал и дал завет пророку Нуху, алейхиссалям. И также, и то, что мы не внушили тебе, то есть Коран. И то, что мы также приказали Аврааму, Ибрахиму, алейхиссалям, Моисею, алейхиссалям, 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 что приказал? Держитесь религию и не разделяйтесь в ней. Не разделяйтесь. Это каждое общение, Аллах, субхану ва та'ля, приказывал не разделяться. И общине Иса, алейхиссалям, и Мусе, алейхиссалям, и также уммата Мухаммадин, салаллаху алейхиссалям. Калал Багави, рахмаху Аллах, имам Багави, рахмаху Аллах, сказал, Поистине Всевышний, Аллах, субхану ва та'ля, послал пророков всех до единого. Насчитывается примерно 124 тысячи пророков было. Из них около 313 посланников. Всех до единого послал с основной миссией. Выстаивайте религию Аллаху, субхану ва та'ля, Аль-Ульфа, чтобы было взаимопонимание среди верующих, любовь по отношению друг к другу, Джамаа, чтобы вместе держались, и чтобы оставлять разногласия и разделение. Также хадисы пророка Мухаммада, салаллаху алейхиссалям, до нас дошли, которые повелевают нас вместе держаться. И хадисы, которые запрещают разделяться нам. Наш посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалям, сказал, Аллах, субхану ва та'ля, довольствуется для вас трем вещам. Поклоняться ему одному и не предавать ему сотоварищей, вместе держаться за ветвь Аллаха, субхану ва та'ля, и не разделяться. Это приказ посланника Аллаха, салаллаху алейхиссалям. Уважаемые братья, если у кого-то спина болит, сидеть устали, можете назад отойти, потому что кто-то, братья, сидят, хотят смотреть, хотят слушать, если можно, бараклафейкум. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалям, сказал, придерживайтесь джамаата, и ни в коем случае не разделяйтесь. Поистине шайтан с одним человеком, а когда их двое, шайтан от них отдаляется, он дальше от них, если трое, еще шайтан дальше. И тот, кто хочет почувствовать райскую обитель, то пусть держится за джамаат, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалям. И также слово джамаат, джамаат, это из, так скажем, одежды. Верующий также он дорожит своими братьями богобоязненными, и дрожит джамаатом. Как имам Ат-Тахавы, рахмаллах, сказал, мы видим в джамаате истину, правду, а в разделении мы видим заблуждение и наказание. Все благо заключается в том, дабы следовать за пришественниками, праведными пришественниками, за сахабами, за таби'инами. И углубляться в познание хадисов пророка Мухаммада, салаллаху алейхиссалям. Не просто изучать их, а понимать их, эти хадисы, разбирать эти хадисы. И держаться за ветвь Аллаха. И придерживаться того, что нас объединяет, что нас призывает к объединению и к любви по отношению друг к другу. И также отдаляться, даже не просто от разделения, отдаляться от причин, тех причин, которые нас разделяют. Отдаляют друг от друга. Усмана, рада Аллаху альху, кто был на хадже, знает. Во время Арафа, пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалям, объединил и сократил саляту дзухра в аль-аср. Обеденную и полуденную молитву. Мы читаем 4.4. Он два рака'ата прочитал. После дзухра сразу же прочитал два рака'ата асра. Прочитал он, дабы, чтобы этот день, день Арафа, намаз его не отдалял от дуа. Абу Бакар, рада Аллаху альху, был на этом же. Так же сделал, как сделал посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалям. Умар и бель-хаттаб так же два рака'ата провел. Однако Уснан, когда был правителем, он провел 4.4. У него был свой худжа, был свой долиль на это аргумент, так как много пришло паломников, те, которые не из арабских стран, которые не понимали арабский язык. И он боялся, что когда они вернутся домой, то тоже будут 2.2 читать, а не 4.4. И тогда началось разногласие среди сахабов. И подошли к хибрль. Хибрль-ислам, к черниле ислама, то есть к великому сахабе, к ученому из сахабов, ибн Аббас, рада Аллаху альху, и спросили, почему он как бы так делает. Некоторые начали, то есть разногласие, представьте, положение во время Арафата, во время хаджа. Тогда ибн Аббас, рада Аллаху альху, сказал, делайте так, как делает Уснан. Делайте, как делает правитель правоведных. Поистине, я слышал то, что постанник Аллаха, сказали, что разногласия, разделение, ни к чему как хорошему, кроме как к наказанию, плохому не приведет. То есть, когда верующие вместе держатся, много есть благ из этого. Даже когда человек один кушает еду, баракат еды не чувствует. Когда двое втроем, она даже вкуснее, субханаллах. Посланник Аллаха, когда ему приносили еду, он вызывал сахабов, чтобы вместе покушать, и барака есть. Человек может один целую тарелку кушать, не наесться, а из этой тарелки может с братьями поделиться, один кусочек взять, и баракат Аллах в этом заложит. Поэтому, салаллаху алейху, он сказал, с жамаатом баракат. А когда человек разделяется, он один, то он ничего, кроме наказания, не видит. Ибн Мас'уд сказал, о люди, придерживайтесь. То есть, будьте покорными Аллаху и придерживайтесь жама'ата. Воиннама текрахуна фил чемаа Хейру мимма тухиббуна фил фурга Поистине то, что вам, может быть, не нравится В обществе, в жамаате Это лучше, чем то, что вам нравится В одиночестве Может быть, что-то в обществе, в жамаате Что-то вам не нравится Но это лучше, чем то, Что вам нравится в одиночестве Теперь, если мы зададим вопрос Какой же, то есть мы видим, когда разделяются Мусульмане На западе, на востоке, здесь Здесь задается вопрос, основная причина, какая основная причина, то, что люди разделяются, то, что верующие разделяются, разногласят. Основная причина, то, что сердца неприязни по отношению друг к другу, в чем заключается? Основной ответ один. Когда человек противоречит тому, что Аллах приказал и с чем пришел посланник Аллаха. Когда хочет найти себе оправдание не в Куране, не в Сунне, начинает хитрить, обходить и так далее. Вот это приводит основной ответ, то, что у нас разделяется. Да, верующий должен объединяться, но не вокруг какого-то человека, а вокруг чего? Вокруг Курана и Сунны посланник Аллаха. Если народ разделится, то будет много ошибок. А если вместе будут держаться, то они будут праведными и приобретут. Даже если посмотреть человек, например, у него есть какой-то вопрос. И он не знает, ни с кем не советуется. Идет, сам делает, столько дров ломает. Потом сожалеет. Потом, когда уже что-то натворил, идет, как к сокалам, к дяде, к старшим братьям советуется. Я вот так сделал. Весь вопрос нужно было посоветоваться до того, как ты совершил это. Их вопрос – это щора, когда вместе собираются и советуются. Но не должно быть советников, во-первых, не должен быть советник небогобоязненный, должен быть советник богобоязненный. То, кто больше тебя знает в религии, с ним советоваться нужно. И также не должно быть их много, потому что каждый будет по-разному советовать. У тебя должен быть один, два, три советника в жизни, которым ты доверяешь, которые богобоязненны, которые придерживаются религии Аллаха, вот эти люди должны быть советниками, они посоветуют тебе добра и то, что так посоветуют, как самим себе. Опять же, во время пророка Мухаммада не было ифтирак, не было разногласия, не было, имеется в виду, разделения в умме. Началось это Абдуллах бни Саба. Слышали такого Абдулла бни Саба, который ввел смуту, прикрылся в религии Аллаха и ввел смуту в религии, в ислам. Хараджу аля Утман, хавариджи, хариджиты, которые вышли против Утмана. Вот тогда началось разногласие. Первое разделение пошло в исламе. Посланник Аллаха сказал, я юханнас, аля инна раббакум вахид. Смотрите, о люди, поистине ваш господь один. Ваш отец один, Адам алейсалям. Нет предпочтительства у араба над не арабом. То есть араб, он не лучше, чем не араб, чем а аджами. И так же нет предпочтения у не араба над арабом. То есть так же отсюда мы должны поднимать у одной нации. Нет предпочтения над другой нацией. Краснокожий не лучше, чем темнокожий, и так же темнокожий не лучше, чем краснокожий, кроме как богобоязненной. То есть лучше перед Аллахом, Субхану Ва Тааля, инна из вас, и приближенный к Аллаху, Субхану Ва Тааля, – это тот, кто более набожный. Теперь давайте посмотрим, возьмем четыре мазхаба. Имам Абу Ханиф, Аш-Шафи, Малик, Ахмад, Джами'ан. Все они были, придерживались сунны пророка Мухаммада и все держались Джама'ата. Это для чего мы говорим? Это ответ неким нашим, так скажем, братьям, которые недавно начали практиковать религию. Да, Аллах Субхану Ва Тааля, чтоб всех нас укрепил. Но они позволяют своему языку говорить плохо о ученых, умы пророка Мухаммада и говорить, у каждого есть ошибки. И каждый ученый у него был Ичлихад. Но не дозволено обсуждать ученых. Тот так сказал, этот прав, тот неправ, тот этот начинает. А мы его не берем, этого не берем. Главное дело – сунна. И думают, что мазхабы не были на сунне, а были на чем-то другом. Если что-то пришло от посланника Аллаха, то это поверх моей головы и моих глаз. То есть, я подчиняюсь этому, сказал Абу Ханифа. Но, однако, они лучше понимали сунну, чем мы с вами. Как одной женщине сказал судья, как мне тебя судить, словом, хадисом пророка Мухаммада или тем, что говорит Имам Малик. На что она сказала. Суди меня тем, что сказал Имам Малик. И в этот момент некоторые люди хотели вывести такфир, вывести ее из религии, которые быстро хотят своими языками за 10 честь верующих, и таких на сегодняшний день немало. И тогда у нас спросили, почему ты выше Имам Малик ставишь, чем хадис пророка Мухаммада. Валлах, я выше не ставлю Имам Малик, чем посланник Аллаха. Но, однако, Имам Малик, когда человек говорит, брат, вот так вот в сунне, вот так. Альхамдуля, мы все хотим придерживаться сунны, но не той сунны, которую наш брат понял по-своему и трактует по-своему, а той сунны, как понимали сахабы, те, кто после них таби'ин и те, кто после них ученые. Имам Малик что сказал? Иднама ана башар, поистине я человек, ухты ва усыб, ошибаюсь и говорю правду. Посмотрите на мое мнение. Если мое мнение не противоречит, а соответствует Курану и сунне, то берите. А если мое мнение противоречит книге Аллаха, Курану и сунне пророка Мухаммада, то оставьте, сказал Имам Малик. И сказал, если вы увидите достоверный хадис, то знайте, это мой мазхаб. Имам Ахмад сказал, слепо за мною не следуйте, и не следуйте за Маликом и за Шафи'ем, и не за имамом Таури, берите оттуда, откуда они брали. Однако это кому? Обращение было к обладателям знаниям, к ученым. Ученые берите оттуда, откуда брали они. Но однако Аль-Амми, обычный человек, у которого нету такого уровня знания, то он следует ученым и доверяет им. После того, как… Наверное, это давайте оставим на хутбу, иншаллах. Сейчас уже остались 3-4 минуты. Хотелось бы добавить к этим словам, братья. Бывает, если своим языком, то, что в сердце сказать, когда видишь, что братья по второстепенным вопросам разногласят, ругаются и так далее. То есть один, например, есть в исламе, аль-хамду-ля, мнение, и все они возвращаются к сунне пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И мы должны верующие смотреть на это более обширно, широко. Например, есть такое мнение, у этого прикреплен хадис, у этого прикреплен хадис. То есть мы не должны, не должно это нас, свое мнение, где есть хиляв, если есть разногласия, вопрос аль-фикха, мы не должны свое мнение, которое нам нравится, навязывать это другому. Потому что у того тоже есть мнение, и он тоже не взял из своей головы. Если это придуманное или слабое, то это другой вопрос. Но если есть тоже аргументы, человек не имеет права свое что-то навязывать на другое. Например, один взял мнение в одном мазхабе, аль-хамдул-Ллях, другое взял в другом мазхабе. И на это есть далиль, и на это есть далиль, аль-хамдул-Ллях. Но это не должно то, что основное нас... Для чего Аллах послал пророков, для чего нас послал посланников, для чего мы вместе собираемся, для чего? Чтобы быть джамаатом. И когда человек берет вот эти вопросы, где есть хиляф, как Али-Ибни Абиталиб рахмал-Ллах сказал, если не было вот этих разногласий, вопросов фикха, то тогда люди жили бы скомканно, тяжело было бы жить. Поэтому это именно разногласия, которые не противоречат исламу, разногласия вопросов фикха, это и есть рахмал, это и есть милость. Потом, чтобы... Часто еще бывает, когда человек, он услышал откуда-то, какое-то мнение, или от кого-то услышал, и начинает на этом строить религию, сам не изучив вопросов, не посмотрел, что есть, например, полностью этот вопрос, а с одной стороны, и на этом он хочет как-то, Аллаху Алим, то ли себе показать то, что он знает, то ли еще что-то. И вот на этом начинается разногласие, на этом начинается противоречие между мусульманами. Например, возьмем, для примера, оба хадиса оба в Бухаре. Пророк Мухаммад, салаллаху алейсалам, шариба, ва хуа каим. Пророк, салаллаху алейсалам, пил стоя. Ас-эля. То есть вопрос фикха. Пил стоя. Также в Бухаре переводится, пророк Мухаммад, салаллаху алейсалам, запретил пить стоя. Два хадиса мутааридан, два хадиса противоречат друг другу. В одном скажем, что он пил стоя, в другом сказано, что он запрещал пить стоя. Сейчас человек взял и говорит, субханаллах, увидел брата своего и говорит, что он пить стоя, харам, вот у меня хадис от посланника Аллаха, салаллаху алейсалам, достоверный. Тот тоже ему приводит хадис, говорит, нет, ты заблудший, ты неправильно понял, вот у меня хадис, тоже в Бухаре, то, что пророк, салаллаху алейсалам, пил стоя. И начинается среди них конфликт в тех вопросах, которые они даже сами до конца не поняли. Поэтому Аллах, субханаллаху алейсалам, говорит, если в чем-то разногладитесь, верните к Аллаху Кур'ану и Сунни, посланник Аллаха, посланник Аллаха. Спрашивайте обладатели знаний, если вы не знаете, говорит священный Аллах, субханаллаху алейсалам. Поэтому когда обычно противоречит один, например, хадис на дозволенность, другой на запрет, в основе, в большинстве случаев, яддуль аляль карагия, это указывает на нежелательность. На нежелательность. Но если человек, например, сейчас зашел в мечеть, у него есть сильная жажда, он хочет пить. Но пророк Мухаммад, салаллаху алейсалам, сказал, если из вас кто-то зашел в мечеть, пусть он не садится, пока не прочитает два рака'ата намаза. То есть садится ему харам без двух рака'атов намаза. Если он не прочитал намаз, просто сел. Должно быть приветствие в мечети. Здесь теперь задается вопрос, он хочет пить. Если он сейчас не попьет в намазе, будет думать о воде. То есть он не должен так читать намаз. Если он сейчас попьет стоя, то тогда как же ему садиться нельзя, стоя пить. Возьмет хадис, то, что пророк Мухаммад, салаллаху алейсалам, запретил пить стоя. Если он сейчас сядет, сидя, попьет, то тогда, он сел, не прочитав намазу, что же ему делать? В этом случае ученые говорят, он должен бить стоя. Должен выпить стоя. Почему? Потому что садится харам, а пить стоя дозволено, так как есть указание в сунне пророка Мухаммада, салаллаху алейхи и салам. Он должен взять стаканчик, выпить стоя воды, потом прочитать два рака'ата намаза. Чтобы во время намаза он не думал о воде, а думал только об Аллахе, салаллаху алейхи и салам. Поэтому такие хадисы, когда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и салам, сказал, если уже вынесли еду, то нет намаза. То есть, если зашло время намаза и перед тобой еда, если только время намаза не выходит, если только зашло и принесли уже еду, то нужно вначале покушать, потом прочитать намаз. Поэтому здесь мы должны изучать нашу религию и ни в коем случае не должны мы разногласить, не должны разделяться. И не должны, да, должны вместе быть, вместе, альхамдулля, мы молимся. Отец наш один, Адам, алейхи и салам, ва Адам мин турап, Адам, алейхи и салам, из глины, Кибля у нас одна, Всевышний, Аллах, субханава та Аля, наш Господь один, Аллах, субханава та Аля, вместе мы делаем руко, вместе мы делаем сюджуд. Также просим, Аллах, субханава та Аля, чтобы у нас сердца были тоже вместе, чтобы наши сердца не противоречили друг другу. И самое главное, что вместе мы должны придерживаться, вот это очень важно, как мы сказали в основном ответе, чего? Кур'ана и сунни посланника Аллаха. Ничего-то, никакого-то, там, одного мнения, не за каким-то человеком идти, не за каким-то, а именно придерживаться Кур'ана и сунни пророка Мухаммада . Да, Аллах, чтобы мы были искренними братьями, любящими друг друга ради Аллаха в этой жизни, чтобы были в Судный день, инша Аллах, также вместе зашли в Фердаус, инша Аллах, чтобы любили, не только на словах, но, в первую очередь, сердцами и на делах, и показали вот эту красоту братства, инша Аллах, в этой жизни. И также получили семарат, плоды этого братства, явм аль-Кияма. .